Приветствую вас! Мы начинаем третью неделю занятий. Я молюсь, чтобы этот курс зажег в ваших сердцах огонь, и вы захотели приводить людей к Иисусу. Господь обновляет ваше сердце, обновляет вашу жизнь, проделывается огромная работа. Сегодня, в ходе первого занятия на этой неделе, мы будем говорить о молитве. Молитва, которая становится горючим для благовестия. В результате молитвы появляется энергия, своего рода топливо, которое поддерживает процесс горения. Огонь – это работа Духа Святого, что живет в нас, а топливом для него служит молитва. Бог хочет убедиться, что у нас достаточно топлива для того, чтобы огонь горел ярко. Никогда не знаешь, что произойдет, если добавить подходящее горючее. На самом деле, мое служение началось с пробуждения, и одной из причин того, почему эта тема обновления и благовестия приобрела для меня такую значимость, стало пробуждение в городе Монро, штат Луизиана. Я упоминал об этом в начале нашего курса, сейчас хотел бы рассказать об этом подробнее. В Монро, штат Луизиана, жил пастор по фамилии Моррис. Он очень беспокоился о молодежи города. Она почти не посещала церковь, это была маленькая община. Он сказал мне, Сэмми, я думаю, Бог хочет что-то сделать в рядах молодежи нашей церкви. Я ответил, пастор Моррис, давайте молиться, я готов помочь. Я уже молюсь, Господь ждет от нас действий, заявил он. Пастор попросил меня прийти на молодежное общение. Я пришел, если честно, мне было скучно. Горско молодых людей, которые скучали еще больше. Ничего не выйдет, подумал я. Пастор Моррис, пояснил я, молодежь не заинтересована в этом? Я молился, сказал он, улыбнувшись. В уголках его глаз заиграли морщинки. Сэмми, Бог что-то сделает. Первый вечер, после моей проповеди, мы спели псалом. В зале было около 25 человек, ничего не произошло. Я посмотрел на пастора, хотелось сказать, ну я же говорил вам. Он улыбнулся. Морщинки вновь заиграли на его лице. Я знал, о чем он думал. Он молился. Вечером следующего дня снова проповедовал. Ничего не произошло. Но в конце служения вперед вышел мужчина. Он сказал, пастор, я хочу наладить свои отношения с Богом. Я лидер молодежи, но я плохой для них пример. Он был сокрушен и рыдал. Он попросил прощения у церкви. И в тот момент Бог начал действовать. В пятницу вечером в зале уже не было свободных мест. В субботу и воскресенье до собрания мне пришлось идти пешком несколько кварталов. Бог действовал невероятным образом. Пастор Моррис сказал, Сэмми, нам следует продолжить эти встречи. Но у нас в здании церкви недостаточно места. Давай перейдем в кампус. Мы стали проводить общение в студенческом городке. Но и там не хватало места. Мы меняли одно помещение за другим. В итоге пастор предложил, давай поговорим с бывшим губернатором штата Луизиана. Он владеет местной телестанцией. Я сказал, хорошо, но не думаю, что он пойдет нам навстречу. Я молился, Бог что-то сделает, ответил Моррис. Мы говорили с губернатором. И он предложил нам 15-минутные программы и свободу действий. Хочу сказать, Бог работал в том городе. Все началось с аудитории в 25 человек, а закончилось в городском центре, куда приходили тысячи молодых людей. Самый влиятельный наркодилер того региона покаялась. Это была молодая женщина, страдающая наркозависимостью. Иисус освободил ее от зависимости. Она была свободна до конца жизни. Сегодня ее уже нет с нами. Бог освободил ее. Он изменил ее жизнь. В те годы в этом регионе среди студентов случались мезрасовые конфликты. Но в одночасье все стихло. Все вдруг примирились. Бог совершил много чудес. Жизни тысяч молодых людей были изменены. Почему? Потому что, как вы уже поняли, молитва – это своего рода горючее. Когда вы молитесь, Дух Святой воспламеняет сердца людей. Огонь может распространяться. И в итоге мы становимся свидетелями невероятных событий, которые прославляют нашего Бога. Слава Божья видна в нас. И в этом суть пробуждения. Пробуждение – это когда мы славим Бога своей жизнью. Пробуждение – это когда слава Божья видна в обществе. Пробуждение – это когда слава Божья видна в церкви. А топливом, то, что добавляют в огонь, является молитвой. Я хотел бы призвать вас молиться, так, как вы никогда прежде этого не делали. Молитесь о славе Божьей. Пусть это станет темой ваших молитв. И наблюдайте за действиями Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok